привет друзья 22 год только начался поэтому сегодня у нас топ 7 трендов технологиях для java backend разработчиков на 2022 год это именно те технологии освоив которые в двадцать втором году вы сможете стать еще более востребованными на рынке что мы включили в этот список и почему во-первых это то о чем много писали и говорили в двадцать первом году мы также смотрели на исследование трендов экосистемы разработки от jetbrains плюс мы обращаем внимание на требования по вакансиям backend разработчиков для java список идет в порядке возрастания от менее важных технологий и трендов к более важным под важностью мы подразумеваем какое влияние технология может оказать на вашу карьеру в двадцать втором году стоит напомнить что это наше личное мнение и вы можете быть с ним не согласны если это так то пишите в комментариях чем конкретно вы не согласны переход на java 17 17 джава вышла в сентябре двадцать первого года на данный момент это последняя джава и самая актуальная lts версия скорее всего вы будете переходить на 17 джава с 8 или 11 поэтому заметите новые языковые конструкции и и 5 обратите внимание на производительность говорят что тоже стало лучше если вы уже перешли на 17 джаву то поставьте лайк этому видео использование gvm языков помимо мы думаем что как минимум котлин продолжит рост 2022 году из-за роста android разработки плюс все больше библиотека инструментов добавят его поддержку если джава кажется вам слишком многословный обратите внимание на gvm языки такие как груви котлин и скала кстати последнее используется в курсера linkedin for square и twitter чего здесь начать нам кажется что котлин будет лучшим выбором он уже поддерживается градал поддерживается спринг бутом и откроет вам дорогу в мир программирования на android хорошим стартом здесь будет документация от jetbrains граве проблема холодного старта и потребление памяти ограничивает использование джава в сервер для среде граве м и его адаптации в популярных фреймворках должны помочь с этим недостатком обратите внимание на нативные имиджи в двадцать втором году чего здесь начать попробуйте собрать springboot native образ одного из своих сервисов и сравнить его время старта со стандартным gvm контейнером девопс практики современная разработка очень тесно связано с девопс практиками мы считаем чтобы кент разработчики должны понимать что такое инфраструктура как код например terraform или cloud formation и знать что такое get ops и в целом видеть как наш код попадает в продакшн двадцать первом году спрос на девопс специалистов рос и мы уверены что эта тенденция продолжится в двадцать втором году если вы бэкэнд разработчик обязательно следите за девопс правильно настроенные процессы смогут сделать вашу жизнь проще что здесь посмотреть заведите аккаунт на одном из облачных провайдеров придумайте небольшой веб-сервис и опишите инфраструктуру для сервиса при помощи terraform придумайте пайплайн доставки кода в вашу систему и опишите его при помощи любого девопс инструмента это может быть гитхаб экшенс или дженгенс security история слог 4g показала что даже проверенная годами джава может нести в себе проблемы безопасности мы как разработчики со своей стороны должны понимать уязвимые части нашего приложения и делать все от нас зависящее чтобы данные пользователи были в безопасности двадцать втором году можем порекомендовать освоить gdpr безопасность зависимости кода и контейнеров а также разобраться в безопасных протоколах шифрование и о вас кубернетис абсолютно точно можно сказать что кубернете стал стандартным для оркестрации контейнеров и пускай у облачных провайдеров есть свои решения для оркестрации с большой вероятностью ваш следующий проект будет именно на кубернетис вокруг кубернетис появляется огромное количество тулов упрощающих работу с инфраструктурой если и кс хелм истиа линкард это все незнакомые слова рекомендуем в двадцать втором году инвестировать немного вашего времени в изучение кубернетис чего здесь начать разверните небольшой кубернетис кластер локально докер десктоп позволит вам это сделать максимально просто а затем повторите этот же кластер на одном из облачных провайдеров клауды и сервис все больше и больше приложений либо запускается либо мигрирует в облако знание любого облачного провайдера уже стало необходимым минимум при найме не волнуйтесь количество приложений и сервисов которые нужно будет мигрировать клауд хватит на ближайшие 10 лет так что у вас есть еще все шансы успеть стать облачным экспертом двадцать втором году рекомендуем получить сертификат одного из облачных провайдеров и дабы с клауд либо и жур ну что ж друзья вот и все семь трендов на 2022 год пишите в комментариях чем вы из этого согласны а с чем не согласны давайте поговорим всем пока